Продолжение следует... Такая тупая, тяжелая довольно работа. Он подходит к одному и спрашивает, а что ты делаешь? Он говорит, ну едешь что ли, обтесывает от черта в камень. Подходит ко второму, говорит, а ты что делаешь? Ну что делаешь? Зарабатываю на хлеб жене и детям. Он подходит к третьему, говорит, а ты что делаешь? Говорит, ну что делаю? Мы строим с ребятами вот этот прекрасный собор. Делают одну и ту же работу, да? Ну вот говорят, уровень мотивации разный. Вот просто делаю, обтесываю камень. Отвернется там на смотрщик, я просто убегу и брошу, да? Второе, я зарабатываю на семье, но мне главное ведь не камень, не собор, а деньги. Я могу и брак какой-то допустить, у кого-то украсят камень, мне вот это нужно. А третий, я делаю мир прекраснее. На нем не требуется присмотра. Конечно, не бесплатно будет работать, но он работает с совсем другим качеством, отношением. Это, собственно говоря, в современном мире всегда можно видеть. Кто-то тупо обтесывает камень, а кто-то делает мир прекраснее. Коллеги, давайте продолжим разговор, ну, в районе, по теме совета первокурснику. Вот в прошлой передаче мы говорили там, как работать на лекции. Вот наступает время сессии. Вы действительно добросовестно ходили на все лекции, вы записывали конспект, даже думали на лекции, даже дополняли, даже каждую субботу просматривали конспекты, чтобы как-то удерживать в памяти и разбираться в материале. А может, просто не ходили, сходили в копировальный салон, скопировали чужой конспект, испортили пачку бумаги, но в смысле лекции у меня есть. Теперь экзамен. Будем говорить даже о хороших преподавателях, которые экзамене все-таки пытаются понять не как вы запомнили, а как вы умеете что-то, да? Ну, пусть и те, которые у вас память проверяют, эти такие преподаватели. То есть, вот вы смотрите, значит, вот в цикле было 18 лекций. Такого числа экзамен, 3 дня дано на подготовку. 18 делим на 3, получается 6. И так я по 6 лекций в день должен вызубрить. И начинается зубрежка, учение, выучивание и так далее. И вот здесь, собственно говоря, все это проходит практически впустую. Почему? Дело в том, если такой московский профессор Бадмаев, психолог, он говорит, студенты первого курса психфака впервые в жизни узнают на лекциях, что запоминание – это не процесс. Запоминание – это результат процесса. Какого? Процесса усвоения. Когда какой-то материал я усвоил, сделаю своим, понятным себе, тогда я его запоминаю. Когда я пытаюсь это как процесс, надо запомнить такое количество келлобайт информации, ничего не получается. Объем памяти очень маленький. Ну и более того, ну хорошо, даже в добросовестном выучили, вызубрали и так далее. Принцип Штирлица срабатывает. Помните в кино «В 17.5 весны» такая сцена есть, да? Ну, уходя от Мюллера, Штирлиц остановился и сказал, кстати, группенфюрер, у вас нет таблетки от головной боли? Дальше голос Капеляна. Штирлиц знал, что запоминается последняя фраза. И когда Мюллера спросят, зачем приходил Штирлиц, он ответит – за таблеткой от головной боли. Вот запоминается последняя информация и первая. Средняя проваливается, интерферируется, и попадется вам билет из средних лекций, и все. Что делать в этом случае? Ну, во всяком случае, хуже не будет, но можно использовать принцип Эмбенгауза, такой был немецкий психолог, или кривая Эмбенгауза. Вот представьте себе график, да, вот здесь вот 100%, вы действительно прочитали какую-то книгу, там выучили лекции, конспект, и так далее, да. Первые 3-4 часа проходит, она ледовинообразно забывается, до 20% примерно, и потом уже медленнее она тоже забывается. Так вот, в первый день подготовить вас, три дня на подготовку, да, в первый день вы тщательно читаете все свои конспекты, лекции, вы можете заглядывать в учебник там, но запрещаете запоминать, учить, изубрить. Вы просто разбираетесь в материале, почему х стоит в знаменателе, почему график пошел вправо, а не влево, почему такое определение, как его понимать, не пытаясь запоминать, просто все там 18 лекций, вы просмотрели, прочитали тщательно, поняли смысл, все, больше голова ничего не усвоит в этот день. На следующее утро вы просыпаетесь и просто повторяете эту процедуру, вы еще раз все читаете и удивляетесь, как много вы, оказывается, знали эти и запомнили, потому что вы это поняли, усвоили, это стало вашим. Что-то непонятное вы еще раз прочитаете, увеличиваете объем информации, и в третий день все доводите до совершенства. Ну, может, не 100%, конечно, так не будет, но у вас появляется огромный, довольно объем усвоенного, понятого материала, и еще самое главное, свободная ориентация в этом материале. То есть, вот на экзамене студента задаешь вопрос, и на лице работа мысли, из какой-то лекции, так, из 12-й, где у меня 12-й лекция? У нас в своей памяти ковыряется, как вот в шкафах, в ящиках картотеки. А тут вопрос задан, он что-то из пятой лекции, из введений, из заключений, все вокруг да около, на вопрос не ответил, но говорит разумные вещи, он понимает материал. Ну, поставим оценку на балвиши, или хотя бы тройку. Вот свободная ориентация, за это обязательно повысит оценку. Или хотя бы даже вопрос забудется, а вот давайте это обсудим, и оказывается, вы все прекрасно помните, понимаете, даже не помните, а понимаете, вы умеете это применить. Вот такая кривая Бенгауза в этом случае поможет вам более эффективно подготовиться к экзамену. Если вы еще ходили на все лекции, если на них еще мыслили, думали, записывали что-то от себя, и каждую субботу просматривали все конспекты. Уважаемые коллеги, ну, есть такие сайты в интернете, иногда я их просматриваю, ну, так называют, вопрос психологу, или задают вопрос психологу. И там очень интересные люди, они задают вопрос в интернете, даже не психологу, а вообще. Вот народ, вот у меня такая проблема, что-то советуете, да? Ну, вообще-то в любой районе поликлиники есть психотерапевты, специальные люди, если у вас что-то может быть, там, состояние, апатии, депрессивные и прочее, ну, проблемы, то, что называется, да? Можно прийти, ну, те, кто вам говорят, я заодно там сеанс разведу руками, все пройдет, это шарлатаны. Не менее 19-15 сеансов нужно посетить, может, тренинги какие-то, входит до групповых занятий и прочее, ну, как-то снимаются все вещи, да? Но для этого есть профессионалы, которые этим занимаются. Ну, люди задают вопрос психологу. Вот один вопрос такой звучит, очень серьезная, кстати, ситуация. Вот какая-то пара говорит, ну, мы с мужем не можем иметь детей. Ну, мы решили взять ребенка из детдома, ну, вот хотим посоветоваться, вот как это сделать лучше, в каком возрасте, как, чего там, и прочие-прочие вещи. Вот такой вопрос задали, ну, ответ какой, значит? Ну, вы пойдите сначала к профессионалам этого дела. Ну, как, вы придете в детдом просто так, вот, сняете пальцем, вот этого мальчика хотим забрать. Да, там много бумаг надо формировать, но самое главное не это, да, надо познакомиться с этим ребенком, не просто вот выбрать по экстерьеру, ну, готовы ли вы, да, совместимы и так далее. Дело в том, что, ну, детский дом, конечно, это не сахар. И бывают случаи, когда сильно там какие-то грубые педагоги, вплоть до педофилов, ну, журналисты это любят. Это любят опубликовать, передачу телевизионную сделать, статью в газете. И такое чувство, что все там, вот все сплошные плохие педагоги, там какие-то тюрьмы, там приюты и так далее, да. В основном там великолепные люди работают. Педагоги, директора, отдающие себя детям. Вот надо к ним идти и советоваться. И они гораздо лучше все расскажут, покажут, какие были случаи. Вот просто в моей практике был личный случай, когда я консультировал. Ну, там другая была ситуация. Там, ну, ребенок, ему 11-12 лет было. Там, скорее, были проблемы вот общения со сверстниками в школе. Ну, вот я с ним отдельно поговорил, там бабушка его, мама. И вот бабушек с мамой мне рассказали, что он на самом деле, ну, как, когда он родился, был ему один год, и родители развелись. А мама сразу вышла замуж за хорошего человека. И они решили, он маленький же ничего не понимает, он его усыновил, и ему всегда говорили, что это его родной отец. Ну, в общем, может, и правильно, да, что, ну, в том возрасте он ничего не помнит. Но оказалось, что какая-то сволочь во дворе ему рассказала, что этот отец его не родной, он усыновленный ребенок. Ну, 19 лет, да. Насколько он психологически взорел уже ребенком, мы о другой проблеме говорили, он, зная об этом и боясь огорчать родителей, ничего им этого не говорил, что он знает их тайну. Другой ребенок там, он кричать бы начал, истерику, ах, я вам не родной, оказывается, и так далее. Он, зная, молчал. Он, сказали, оберегал родителей. И вот в этом случае, когда вот с другой парой, если хотите взять ребенка, видите, вплоть до того, он же быть готовым, что сменить место жительства, что какая-нибудь скотина не выдала эту тайну ребенку. Есть такие идиоты, обязательно надо рассказать. Надо быть готовым к разным вещам, да. Вот Наталья Белохвостикова, довольно знаменитая актриса у нас была, у нее там усыновленный сын, они что-то год с мужем ходили, ну, играли, брали его домой на неделю, там, ну, как-то вплелись друг в друга. И вот однажды, говорит, ну, вступил момент, мы тоже с ним привезли его в детдом, попрощались, он пошел там с игрушками по коридору, и вдруг я почувствовал, говорит, так остро, что я его больше не увижу. И он сказал, Ардерей, вернись. Он вернулся, мы его тут же в кабинет директора, бумаги были оформлены, и вот с того дня мы его забрали, он стал нашим сыном. Это довольно длинный процесс, не только оформление документов, но вот это вот, ну, сплетение души, что ли. Ну, очень серьезное, да, как вот родственники, как вот соседи во дворе, говорю, вплоть до смены места жительства, чтобы вот все это получилось так, как вы хотите. Ну, у кого такая проблема есть, желаю в этом успеха. Идите к профессионалам, они все знают, они все подскажут. Сейчас-то в обиходе стало появляться много слов таких смешных, интересных. Ну, это, например, оксюмарон часто используется, да. Ну, это как бы греческое слово, которое говорит, что такое юмористически-идиотское, что ли, сочетание несочетаемого. Вроде юмористическое, ну, такие вещи, как горячий снег, да, там, живой труп, или, там, сладкая соль. Ну, вроде как шутка. И в то же время, смотрите, живой труп – это классическое произведение Толстого, да. «Горячий снег» – это повесть Юрия Бондарева об отечественной войне. То есть, сейчас бывает вот такой некий драматический эффект, что ли, да, драматургический, вот, несовместимый, а получается довольно эффектное такое название произведения, там, фильма и так далее, да. Вот, другое слово такое, вот, маргинальный. Вот, маргинальное население, там, маргинальные группы, маргинальные люди и так далее. И уже не стали неправильно понимать, что это как вот, типа, опустившиеся люди, любят пролетарии. Нет, это бомжи, можно говорить, да, любят пролетарии. А маргинальные – это, ну, группа людей или человека, не вписавшиеся в некую новую среду, куда он перешел. У бомжей ведь, кстати, есть своя среда. Группы, прайды, они где-то помогают друг другу, выживают вместе. Они там не маргинальны, это такое общество просто у них, да, вот, деклассированное. А вот, скажем, как вот говорят, да, можно девушку вывезти из деревни, но нельзя деревню вывезти из девушки. То есть человек из деревни попадает в город, и он, ну, не сможет, не получается у него стать горожанином. Он пытается искать подобных людей, как-то встречаться с ними, это тоже какую-то микрогруппу образует. Вот, ну, вот, горожанин из него не получился. Он и тоскует, а может потом уезжает в деревню, она пенсию, проработает всю жизнь в городе. Вот это маргинальность. То есть люди вполне приличные, но он не вписался в новую среду, в которую по воле обстоятельствам он попал. То есть вот это не какой-то опустившийся, нехороший человек, это просто он не вписался. Можете тогда изменить среду, можете вернуться туда, где откуда пришел. Вот, и еще такое очень интересное слово, тоже сейчас старое употреблять, пердемонокль. Это вполне приличное слово, не то, что вы подумали. Там, ну, искаженное французское, там типа пердемонокль. То есть по-французски переводится «даже монокль выпал». Вы знаете, монокль, мы так вот носили здесь место очков и место пенсне в свое время. И вот такие же театральные штампы, один из штампов, какой-то комедии, какое-то удивительное событие. И вот актер приподнимал бровь, и монокль выпадал. Этим изображалось, что как он удивлен и поражен каким-то событием. То есть даже монокль выпал. Пердемонокль. Ну, то есть ситуация, даже монокль выпал. Когда с человеком случилось что-то такое необычное, удивительное, что он удивился, поднялись брови удивленно, и стеклышко выпало из глаза. Вот так. Знаете, коллеги, все не могу забыть такое великое событие, как Парад Победы 9 мая. Ну, кроме того, там прошли девушки-курсанты из Академии Толовой службы. Там была еще одна фраза в репортаже. Ну, то, что мавзолей Ленина закрывают фанерками и тряпками, мы уже почти привыкли. Когда всегда перед Парадом Победы говорят, откройте мавзолей. К нему же бросали под ножью эти вот знамена фашистские. Там главнокомандующий принимал парад с этой трибуны. Можно там не стоять на трибуне где-то в подножье, но это же тоже элемент Парада Победы. Кстати, интересно, вот эти знамена фашистов бросали к мавзолею воины дивизии Медзержинского. Это не снимали, как-то уже почти забыли. Они были в белых перчатках, бросали эти знамена, уходили с Красной площади, и там специально горел костер, они снимали эти перчатки и бросали в огонь. И прикасались к гадости, к фашистским знаменам. Вот так вот, во время Парада Победы нынешнего года, там, когда проходила Кантемировская дивизия, была такая фраза в репортаже, что воины-кантемировцы в течение войны 18 раз получали благодарность Верховному Главному Командующему. Представляете, 18 раз во время Отечественной войны дивизия получала благодарность Верховному Главному Командующему. И ни один раз на Параде Победы не назвали его фамилию. А фамилия его была Сталин Иосиф Иссер Иванович. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о Казанских улицах. Ну, наверное, самая знаменитая, можно сказать, одна из первых Казанских улиц, так называемая улица Баумана. Говорю, в чем говорю, так называемая, так ее называют. Вообще, исходное ее название было Большая Проломная. А нынешняя профсоюзная улица это Малая Проломная. Ну, тот самый Пролом, который сделал инженер Батлер, вот, взорвал Тайнистскую башню в Казанском Кремле, еще деревянном, когда штурмовал Иван Грозный. Эта улица Баумана, будущая, выходит на этот, на Пролом, как бы, это называли Большая Проломная. И так она долгое время была, а после Октябрьской революции ее назвали в честь революционера Николая Эрнестовича Баумана. Николай Эрнестович родился в Казани. И в свое время было очень интересно. Только два района в СССР были Бауманске, в Казани и в Москве. Еще в Академии ветеринарной нашей тоже имени Баумана, он там учился. Вот, а в Москве, во-первых, революции 1905 года, он ехал в пролетке, там демонстрация была, ну, вполне разрешенная тогда, никаких особенных бунтов не было. Еще. Вот, но с красным знаменем, и кого-то через Насотенцев заскочил к нему пролетку, ударил железной трубой по голове, ну, в общем, убил. Вот, ну, после революции, это герой революции, жертва, стали называть улицы, там, различные учебные заведения его именем, вот, и вот, назвали улицы Баумана, вот ту, которую мы называем, да, в наши студенческие годы ее называли еще Брод, под словом Бродвей, то есть пойти на Брод, прошататься, то есть, ну, это такая была, ну, прямо Голливуд, Бродвей, ничего особенного там не было, ну, кинотеатры, магазины там, сейчас он стал пешеходный, да, охотно приходят, туристы, горожане, вот, предлагали вернуть название проломной, но пока осталось улицы Баумана, но что еще интересно, ну, вот, ну, памятник Бауману стоял, вот, такой был бетон, сделан с цемента, еще 20-х годов, стоял он сначала на кольце, на нынешней площади Тукая, потом его перенесли, ну, на улицу Ершова, там, где было здание ветеринарного института, ну, около 230-го завода, парка Горького, вот, дальше такие интересные истории, на улице Профсоюзной была мемориальная доска, ну, о том, что в этом доме родился Бауман, поставили еще одну доску, ну, с именем писателя, который там когда-то бывал в гостях, а потом сняли Бауман и повесили портрет этого писателя, и Бауман исчез с улицы Профсоюзной, потом, ну, говорят, хулиганы там разбили памятник Бауману, а он, ну, художественная ценность была не высокая, но это был исторический памятник, то есть он входил в реестр, ну, обмотали там зеленым брезентом, верхнюю часть для восстановления, обещали восстановить, ну, и под шумок потом снесли нижнюю часть и постамент, второй Бауман исчез из города Казани, вот остался последний в виде улицы, ну, посмотрим, что будет дальше, до свидания.